История 22 семей переселенных из Гушкатиф неразрывно связана с этим местом, Ариэльским университетом. Именно его администрация в 2005 году, узнав о случившемся, предложила 22 семьям поселиться в общежитиях университета. Ариэль Этингер работает в Ариэльском университете. Инженером, а также занимается исследованиями в области высоких технологий. Его научная карьера сложилась очень интересно хотя бы потому, что в Гушкатиф он преподавал тур. Я родился в 1975 году, здесь в Исраиле, в Тахтиква. Я родился в 15 лет, и сейчас у меня 7 детей. Мы живем здесь в Ариэль, около 9 лет, после транспорта из Гушкатиф. Вообще, в Гушкатиф мы живем 2 года. Мы приехали из Рамата Голан. Мы живем в Рамата Голан за несколько лет. И потом мы приехали туда. И там я приехал, чтобы быть учитель. Учитель, около 12-13 лет. Учитель, когда я учился в Торах, Талмуд. Учитель, когда я учился в Исраиле, я учился в Исраиле, и я учился в Исраиле. В последние годы я учился в 2-м классе в электронном инженере. И сейчас я работаю здесь, в этом лаборатории. Какие мнения из твоей семьи у вас уехали? Мы уехали здесь около 22 семьи. В самом деле, все наши места приходят сюда, к университету. Университета нас собирают из Гушкатиф. Мы живем здесь около 2 месяцев. И потом мы уехали частью нас, около 22 семьи, которые стоят здесь, в Исраиле. И другие, которые приходят к университету. Это называется Халутса. Сейчас они имеют новое место. Это называется Бней Ницарим. В Ницарим я учился 3 детей. Ницарим я учился в Исраиле. И это называется Нета. Это означает, когда мы живем здесь, в Исраиле. И она здесь, в Исраиле. И мы ее называли Нета. Нета. Нета означает, что мы берем дерево и поставим на землю. И это новое место, новое место. И это началось здесь. Что вы делаете здесь, в Исраиле? А в Исраиле, что вы делаете в Исраиле? В Исраиле, что вы учите в Исраиле? В самом деле, я делаю две вещи. Я немного учусь здесь. Я учусь в электронном инженерии. Я учусь в лабораторию, молодых студентов. И даже другие вещи, как физика, математика. Я немного работаю в этом, но, в самом деле, большинство времени я делаю эксперименты. Я делаю исследования. Переселенцы из Гушкатиф живут в этих караванчиках вот уже 9 лет. С того самого момента, как их община переехала из Ницарима. Какие трудности у вас есть после этого? Я эмоционально, может быть, трудно. Первое время было, когда мы будем ходить. Мой мужик имеет хорошую спичную терапию. Она очень легко found out new job. Для нее это не проблема. Для меня, чтобы научиться, я сначала научился в некотором месте, но это не было так хорошо. Это было очень тяжело. Это было сделано, что я бы сказал, что мне нужно найти еще одно место, чтобы мне покажать бизнес. Это очень тяжело в этом месте. Конечно, это было тяжело. В первом месте, мой мужик, это было тяжело, как и я просто издавал, как и израиль нашей страны. Это было время. Были вместе. что мы там добавляем, но мы должны продолжать и начать новую жизнь, и не принимать в то же место. Мы знаем, что для вашей коммуниции, для Ишуба, это очень важно жить вместе. Вы можете объяснить нам, почему? Первым мы были друзьями. Мы были друзьями там. Мы не любили жить alone. Мы любили быть в коммуниции. У нас есть друзья, много друзей. Это будет место, где семьи помогают друг другу. Строительство домов для переселенцев из Гушкати введется на этой территории с 2010 года. Из-за спорного статуса Самарии пока не ясно, как скоро оно будет завершено. Несмотря на то, что на этом месте еще высятся груды строительного мусора, совсем скоро семья Эйтингер въедет в один из этих новых домов. Может быть, у вас есть какие-то мусора для переселенцев? Пока сейчас, около 9 лет, мы живем в караване. Да, не так большой. Но, на самом деле, сегодня я был в моем новом доме, который я строю сейчас. Мы строим новые домики в университете. Я надеюсь, что сегодня я буду строить ключи для нового домика. Нет, чтобы не было внутрь, но я получу ключи для нового домика, и я буду начать строить нового домика. Что за вашей семье? Они счастливы? Может быть, у вас есть какие-то hopes? Например, у нас будет большой дом, или у нас будет большой собак, или что-то такое. Да, нет? Так, сейчас мы не имеем в дом, но в новом доме мы добавим дом. Не так большой, но маленький дом. Моя семья не хочет. Но мы не дали нам. Но мы имеем маленькие собакы. У нас есть маленькие собакы. А это место для вас, для вашей семьи? Или не так далеко от твоего работа, или учебника, или школы? Я и моя жена работаем в Ярл. Это хорошо для нас. У нас есть дом и школа для наших детей здесь. В целом, как вы живете в Гушкативе и здесь? Если вы думаете, что это комфортно, то здесь более комфортно. В Гушкативе это было очень хорошо. Мы любим это место. Это было очень хорошо. Но это было очень интенсивное жизнь. Мы думали о террористах. Многие бомбы были в Ницаринске. Некоторые бомбы были уничтожены. Даже в Ницаринске были уничтожены. Один или два раза. Это было два раза, когда террористы приехали в Ницаринске и уничтожили в Ницаринске. Это не легко жить здесь. Но мы думали, что это очень важно жить здесь. Сейчас это более комфортно. Я не скажу, что это не террористы здесь. Но это более-менее. 트 изменить неудачи. Комфортно. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...